Значит, мы на прошлом занятии с вами остановились на том, что завершили рассмотрение критерий объективной переносимости. Мы доказали там, построили общий список, это всего 11 теорем. И несмотря на их обилие, и, казалось бы, 11 теорем, в принципе, они укладываются в достаточно такую логичную связь. И вот я еще раз разберу пример, аналогичный тому, что разобирались в прошлый раз. Там видно, что, в общем-то, отличить объективно переносимое высказывание ли терм от объективно непереносимого достаточно просто. Если мы рассмотрим такую ситуацию, что у нас родовая константа, предположим, имеет такую типизацию, и рассмотрим терм вида. Значит, я записываю этот терм молча, так как нас сейчас интересует не его содержательное наполнение, не то, что он значит, исключительно формально определить, он объективно переносим или нет. Значит, мы это делали путем выделения каждого подтерма и определения, а как каждый из подтермов типизирован. Значит, здесь мы что видим? Тау от V равняется P от X1. Тау от T равняется просто X1. Опять же, здесь у нас тау от V равняется P от X1. И тау от D равняется в соответствии с соотношением типизации 2P от X1. Значит, дальше мы применяем наши критерии и видим, что если у нас здесь стоит знак Piano, то от нас требует, чтобы термы, стоящие слева и справа, были объективно переносимы, и при этом выполнялось соотношение, что типизация терма, стоящего справа, набулян выше того, который слева. Вот если бы здесь стоял знак равенства, а не знак принадлежности, тогда все было бы хуже, потому что мы бы увидели, что да, термы объективно переносимы, вот они типизированы, но типизации их разные, и получилось бы, что объективной переносимости не получается. Но в нашем случае объективная переносимость получается, значит, здесь у нас декларации переменных. И вот если мы этот терм обозначим как XI, то тогда мы смело можем писать, что XI типизирован, и tau от XI равняется бульяна от X1. То есть все, что нам нужно, это следить за тем, чтобы каждая из переменных была определена либо здесь, либо здесь, либо здесь, чтобы она имела вполне определенную типизацию, и чтобы выполнялись простые правила. Если знак равенства, типизация одинаковая. Если знак принадлежности, значит одна на бульян выше другой. И так далее. Хотя их всего 11 наших правил, но запоминаются они просто. И более того, это легко алгоритмически решаемая задача. И потом на следующих занятиях я вам покажу обязательно систему, которая автоматически формулы проверяет и указывает объективно переносимые непереносимые термосоотношения. Ну, сейчас мы занятие начнем с того, что немножко обобщим уже введенные правила, потому что правила наши касаются, если вы помните, только соотношение равенства принадлежности, малой проекции и множество суммы, для случая одноэлементного множества. Но мы значков в жизни гораздо больше используем. Вот сейчас мы начнем с того, что их все рассмотрим и обобщим наши правила. Начнем с отношения простого всем знакомого быть под множеством. Что такое терм является под множеством одного другого? Ну, в прошлом семестре на теории множества мы с вами писали такую штуку. В общем, это знает каждый школьник. Сейчас нас интересует ситуация, когда мы находимся в системе Бурбаки, и нас интересует объективная переносимость этого соотношения. При каких условиях данное соотношение будет объективно переносимо? Но, чтобы это было так, нам достаточно переписать немножечко эту формулу, так, чтобы мы могли применять наши критерии. Запишем следующим образом. Для любого t, я вот тут чуть пониже, дам другое определение. Для любого t, но не просто t, а принадлежащая дебуль Тау от Кси, а здесь все то же самое. t принадлежит Кси, следовательно, t принадлежит это. Что мы теперь имеем? Вот так, записав формулу, мы, так переопределив соотношение быть подножеством, мы с вами заодно определили и условия, при котором это соотношение будет объективно переносимо. В самом деле, если у нас Кси имеет некую типизацию Тау от Кси, это имеет некую типизацию Тау от Эта, то, во-первых, от типизации Кси требуется, чтобы можно было взять дебуль, то есть Кси должно иметь характер множества, то есть иметь вид булеан от чего-нибудь. А во-вторых, вот если бы так мы определили, то вот эта часть будет объективно переносимой автоматически, если нам удалось взять дебуль. А чтобы объективно переносимой была вот эта вот часть, нам понадобится, чтобы типизация Эта была равна типизации Кси. То есть ответственно, если мы пишем Кси является подножеством Эта где-то в какой-то формуле нашего рода структуры, то мы должны помнить, что, во-первых, Тау от Кси равняется Тау от Эта, и в-третьих, они должны иметь вид булеан от Эс от чего-нибудь. То есть Кси и Эта имеют характер множества и при этом одинаково типизированы. Вы видите, что здесь нет ничего сложного. Понятно, что если мы говорим, что одно является подножеством другого, то мы требуем от того, чтобы одно и другое имело характер множеств, и еще чтобы они имели одинаковый тип, эти множества. Если они имеют разный тип, то, в общем-то, смысл теряется. Так, теперь я бы хотел... А, у нас есть возможность на большой доске. Значит, теперь я бы хотел обобщить на некоторые операции над термами. Рассмотрим такой простой терм, как синглитон Кси. Мы можем его определить таким образом. Х принадлежит Тау от Кси, такой, что Х равняется Кси. Вопрос. Чему равна будет типизация Тау синглитона от Кси? И накладываются ли какие-нибудь ограничения на типизацию Кси? Кто может сказать? Ну, сразу вот отсюда мы можем увидеть это. Ну, не стесняйтесь. Ну, здесь по аналогии с этим, да? Значит, если здесь у нас множество Т таких что, здесь какая-то типизация. Тогда на выходе у нас будет типизация на булеан выше. Правильно ведь? То есть, если здесь получается булеан Тау от Кси. То есть, если множество Х, принадлежащих чему-то таких что, значит, у нас будет подмножество этого чего-то. Значит, будет элемент булеана этого чего-то. Очень легко запомнить. Вот. И второй вопрос. Накладываются ли какие-нибудь ограничения на типизацию Кси, если мы хотим взять синглитон? Должны ли наложиться? Смотрите. Х у нас имеет Тау от Кси типизацию. Правильно? Кси у нас имеет типизацию Тау от Кси. Получается, что какой бы Тау от Кси ни был, синглитон мы взять можем в любом случае. Действительно, мы можем взять синглитон от элемента, от кортежа, от множества взять синглитон. То есть, никаких дополнительных ограничений при этом не накладывается. А вот второй вариант. Рассмотрим терм булеана от Кси, который мы определим, здесь я поставлю определение, значит, который мы определим таким образом. Множество Х, имеющих ту же типизацию, что и сам Кси, таких, что Х является подмножеством Кси. Значит, чему равна типизация булеана от Кси? Опять же. Есть какая-нибудь разница с предыдущим примером относительно типизации? Нет, никакой. Значит, у нас получается, что это будет булеан Тау от Кси. То есть, если, допустим, Кси является элементом булеана от Х1, то есть подмножеством базисного множества, то булеан от Кси будет принадлежать двойному булеану от этого базисного множества. В общем-то, понятно. Естественно. А есть ли какая-нибудь разница относительно типизации Кси? То есть, накладываются ли какие-то условия у нас сейчас на типизацию Кси? Смотрите, все, что у нас поменялось, здесь был знак равно, а теперь появился знак подмножества, нестрогого подмножества. Что изменилось? А равно у нас накладывает единственное ограничение, что слева, то и справа. А подмножество, я только что говорил, оно еще накладывает такое ограничение, что и слева, и справа должны быть множества, имеющие характер множеств. Термы, имеющие характер множеств. То есть, чтобы взять булян от кси, и это был объективно переносимый терм, нам нужно, чтобы кси имела характер множества обязательно. Это возникает потому, что если мы возьмем вот этот вот значок, разложим вот в эти значки, то у нас неизбежно там возникнет потребность в том, чтобы сделать дебулянизацию от кси. И поэтому кси обязан иметь характер множества. Вот будет зачет у нас с вами, обязательно кого-нибудь спрошу про вот эти два момента, потому что все время путают. Рассмотрим синглитон, рассмотрим булянт. Разница просто в загогулине какой-то, но она более тонкая получается. И чтобы вот эту разницу подчеркнуть, мы даже пишем не так, не булянт от кси. Значит, давайте зачеркнем это в тетрадках, напишем так, двойной булян от кси. Это нам позволит вычислить типизацию. Если мы взяли кси, мы возьмем сначала дебуль, потом два раза возьмем булян повыше. Вот. Вот если это удается вычислить, значит все нормально. Если это не удается вычислить, потому что на первом шаге нельзя взять дебуль, значит ненормально, неправильно. Так. Ну, еще этому есть хорошая иллюстрация на м-графах, если мы рассмотрим м-граф. Значит, я здесь нарисую кси, принадлежащие… Нет, это не кси. Это у нас как раз-таки будет булянт от кси. Значит, вот здесь вот у нас будет кси, принадлежащие к какой-то ступени от чего-то. А вот здесь вот будет элемент т, принадлежащий кси. А здесь может быть все, что угодно. То есть это как бы такая… Если мы типизацию кси представим в виде м-графа, то получится вот такая вот верхушка айсберга. И вот чтобы нам сделать булянт, нам необходимо спуститься и подняться вверх на одну ступеньку. Так, двигаемся дальше и рассмотрим следующий случай, следующую операцию. Давайте здесь сумма кси. Вот. Вы скажете, постойте, да мы же уже рассматривали, у нас есть специальная теорема на случай, если кси одноэлементное множество. Да, но сейчас мы обобщим, запишем в таком виде. Множество х таких, что существует у принадлежащие… Я специально оставляю здесь место. У принадлежит кси и х принадлежит у. Значит, что бы… Значит, что я сейчас вообще написал? Я сейчас написал определение множества суммы, знакомое вам по прошлому семестру. Это очень хорошо. Но, чтобы рассматривать это определение как объективно переносимый терм, нам необходимо задекларировать типы х и у. И, чтобы получилась на выходе объективно переносимая формула, нам нужно, чтобы все у нас совпадало. Так как у нас у принадлежит кси, а кси имеет некую типизацию, значит, мы пишем у принадлежит дтау от кси. Правильно? Потому что это нам дает возможность здесь получить объективную переносимость. Дальше. А х, в свою очередь, принадлежит у. Соответственно, чему будет… Как будет типизировано х? Двойным дебулем тау от кси. Еще на один шаг ниже. А чему будет равно тау, извините, сумма кси? Это будет равно у нас булеан, два дебуля, тау от кси. То есть, нам нужно, если мы построим аналогичную картинку, как м-граф, значит, то вот здесь вот у нас будет множество кси находиться. Здесь у нас будет находиться сумма кси. Так, а здесь у нас будет находиться элемент. Вот он этот самый… Нет, х. Да, х. Х. Значит, принадлежащий… Получается, что чтобы сумма кси была объективно переносимой, нам достаточно того, чтобы кси имела характер множества множеств. И опять же, здесь все достаточно очевидно и прямолинейно. Если у нас имеется некое множество множеств чего-то, то мы можем просуммировать и просто получить множество чего-то, объединив вот эти вот куски. И как же это соотносится с тем, что мы доказывали на позапрошлом занятии? Получается, что случай суммы кси, он распадается на два случая. И, как я уже говорил, вот в программах, если автоматизированные средства создания родов структур, для них даже разные обозначения бывают. Первый случай так условно называют дебулякси, а второй – редюкси. Но это только в пределах нашей кафедры применяют. То есть где-то в каких-то источниках вы этого не найдете, кроме как наших узкокафедральных. Но это действительно дает возможность как-то разобраться и понять, какой же из случаев мы используем. Потому что в первом случае мы жестко требуем, что кси одноэлементное множество, и кси принадлежит булеану от чего-то. А во втором случае мы требуем, чтобы кси принадлежала двойному булеану от чего-то. То есть если кси принадлежит просто булеану, а дальше мы не знаем или дальше не булеан, то чтобы брать вот эту операцию, нам необходимо знать, быть уверенным, что кси одноэлементное. Если мы знаем, что кси принадлежит двойному булеану, то нам уже, в общем-то, все равно, и мы будем знать, что сумма кси будет объективно переносима. Опять же, это такой тонкий момент, который обязательно кто-нибудь будет пойман на нем на зачете. В принципе, просто нужно запомнить, что эта операция такая необычная. Так, ПДД, тау от кси. А если мы возьмем, допустим, двойную сумму от кси тау, то тогда что мы имеем? ПДД, ПДД тау от кси. Вот, но, вот если в случае вот том, который справа, мы вот эту комбинацию ДП не можем сократить, потому что она от нас требует сначала нырнуть вниз, потом подняться вверх, а нырнуть вниз мы не всегда можем, то вот эту вот комбинацию мы как раз спокойно можем сократить, потому что подняться вверх и нырнуть вниз – это то же самое, что ничего не сделать, и это можно сделать в любой ступени. То есть мы можем сказать, что это будет равно П, ну, условно так скажем, ПД три раза тау от кси. И вообще по индукции легко доказать, что если у нас здесь тау сумма н раз от кси, то это будет ПДн плюс первый тау от кси. Вот такое вот простое упражнение. Так, теперь мы перейдем к всем известным, любимым и школьным операциям суммы пересечения дополнения симметрической разности. Ну, с ними все, в общем-то, понятно. Если мы возьмем кси сумма эта, то у нас будет что? Это будет множество. х принадлежит дтау от кси, такой, что х принадлежит кси, или х принадлежит это. Аналогично мы можем написать пересечения, дополнения, симметрическая разность, все что угодно. Здесь будут только различаться немножечко логические условия, как вы понимаете. Что требуется у нас от множеств в этой ситуации? От кси и от это. Требуется, чтобы их типизации были одинаковыми, и требуется, чтобы они имели характер множества. Потому что здесь у нас дтау от кси, соответственно, мы можем сказать, что тау а кси сумма эта, это будет а боль дебуль тау от кси. И еще нам надо, чтобы тау от кси равнялась тау от это. Просто. На выходе мы получаем ту же самую типизацию, но только в середине мы требуем, чтобы типизация имела характер, чтобы терм имел характер множества. Вот и все. Так, значит, давайте закончим. Про упорядоченную пару мы можем сказать, что это то же самое, что сумма синглитону. Вот. И, соответственно, какие требования у нас к термому упорядоченной пары? К тому, чтобы быть синглитоном, требований никаких. На выходе получается у нас термы вида булиан тау от кси. Вот. Но чтобы взялась сумма, у нас термы вида булиан действительно это выполняется. А в итоге, чтобы сумма получилась, нам необходимо только одно. Тау от кси должно равняться тау от это. Вот и все. То есть, если у нас имеется два терма одинаково типизированные, неважно как при этом, то тогда получается, что в итоге у нас имеется... мы их можем собрать в пару. так, упорядоченная пара. Ну, ее мы можем представить в виде такой формулы. сумма х принадлежит тау от кси. Ой, тау от кси на тау от это. Таких, что проекция 1х равняется кси, и проекции 2х равняется эта. Так, круглая скобка, фигурная скобка, круглая скобка. Что я тут написал? Я написал здесь множество х, принадлежащих декартному произведению, таких, что первая малая проекция равна кси, вторая малая проекция равняется эта. И мы взяли вот эту самую сумму, но здесь мы пользуемся тем, что здесь множество одноэлементное. И отсюда у нас получается, что тау кортежа кси это равняется тау от кси умножить на тау от это всего лишь навсего. То есть мы можем взять кортеж вообще от любой пары термов, не заботясь вообще об их типизациях никак. У нас все получается хорошо. А вот если мы возьмем декартово произведение, кси на это, ну я не буду сейчас расписывать здесь формулу, значит, распишу результат. Тау кси на это у нас равняется гулиан дтау от кси на дтау от это. Вот это необходимо пояснить. Значит, что требует декартово произведение? Декартово произведение требует, чтобы кси и это имели характер множества. Например, у нас если есть базисное множество х1 на х2, то тогда терм х1 на х2 декартово помножить будет объективно переносимым термом. Но за счет чего он будет объективно переносимым? Чему будет равна типизация его? Очевидно, тому самому х1 на х2, так как х1 на х2 базисное множество. Значит, но как так получилось? Ведь тау от х1, как мы помним, это булеан от х1. Тау от х2 это булеан от х2, потому что х1 принадлежит булеану от себя, х2 принадлежит булеану от себя. Подставляем вот в эту формулу. Значит, тау от кси снимаем булеан, здесь тоже снимаем булеан, перемножаем и получили булеан выше. Так, теперь интересные операции, большая проекция и возведение степени. И та, большая проекция термокси. Значит, я напоминаю, что такое большая проекция. Если у нас термокси собой представляет некое подмножество декартового произведения, то первая большая проекция – это будет не что иное, как множество первых малых проекций всех элементов кси. Так и напишем. Первая большая проекция – кси. Значит, множество х, принадлежащее π δ τ от кси, такое, что существует у, принадлежащий кси, х равняется первой малой проекции. Ну или там и т малой проекции у. Две круглые, одна фигурная скобка. Значит, исходя из написанного, да, заметьте, что я здесь сократил и написал у принадлежит кси. Я также мог бы написать, что здесь у принадлежит д тау от кси и у принадлежит кси. Это просто такое сокращение. Тау проекции и т проекции от кси равняется булеан проекции и т д тау от кси. То есть, мы взяли кси, типизацию кси, дебулианизировали, взяли проекцию. Картинка в м-графах получается вот какая интересная. Если у нас здесь кси, то здесь будет первая проекция от кси. Вот. Здесь что-нибудь. То есть, если это макушка м-графа, понимаете, у нас кси должно быть дебулинизировано, взятая первая проекция. Еще булеан навешано. Вот. Опять же, на практике, когда вы будете писать свои дипломные работы и будете создавать аргуструктурную экспликацию при помощи экстеора или бурбокизатора, вот это все будет проверяться автоматически и вычисляться. Ну и наконец, давайте рассмотрим последний такой вычурный для практических целей случай. Это кси в степени это. Что такое у нас кси в степени это? Это у нас есть не что иное, как множество функций. Значит, ф принадлежит гулян это на кси, таких, что ф есть функция из это кси. Помните, это материал прошлого семестра. Мы тогда еще много про мощности разговаривали. Получается так, что ф принадлежит гуляну от д тау от это на д тау от кси. Тут важно не перепутать. Это аргумент кси результат. Если мы нарисуем им граф, то он будет выглядеть таким вот образом интересно. значит, здесь у нас кси, здесь у нас это, а вот в этой точке у нас получается кси в степени это. Кси в степени это. То есть кси и это это множество у нас обязательно. И мы одно множество можем возвести в степень другого множества, получив множество функций из одного в другое. Вот. То есть несмотря на то, что все эти формулы так серьезно, солидно выглядят, за ними стоит очень простая суть. За всеми за ними очень простая суть. Если вы подумаете о смысле происходящего, то вы увидите, что да, это же очевидно, это понятно. Эти формулы просто дают четкое обоснование очевидному. Если мы хотим взять проекцию, большую проекцию от чего-то, то значит это что-то должно быть под множеством Декартового произведения чего-то. То есть быть элементом бульяна Декартового произведения. На выходе у нас будет множество, то есть бульяна от чего-то. Точно так же здесь. Если мы хотим взять функция, кси в степени esta, то есть множество функций, из þ collaborators right, это значит, что это должно иметь характер множества. В can 들어�wi detto or chief о возможности 存ешествrée, двойную типизацию, вот так вот, tau равна 2p, d tau от eta на d tau от xi. То есть, каждая функция – это подмножество Декартового произведения, а множество функций – это множество подмножества Декартового произведения. То есть, проговаривая вот это все про себя, вы свободно можете восстанавливать вот этот весь материал, достаточно простой, как я говорил. Давайте под этим подведем черту, под материалом объективной переносимости, и у нас все готово к тому, чтобы дать определение понятию род структуры. Собственно, уже семестр близится к середине, я все этого определения не дал, но мы так много рассматривали вводного материала, что это определение у нас родится само собой. Итак, давайте вспомним, что мы уже имели дело с некоторыми такими объектами с вами на прошлых занятиях, в прошлом семестре. Например, мы с вами имели дело с таким объектом, как функция. Мы говорили, что если у нас имеется множество, допустим, x1, x2, то тогда функция мы можем рассмотреть как подмножество Декартового произведения, или как элемент булиана, x1 на x2, который удовлетворяет некоторым аксиомам. Аксиома всюдуопределенности. Значит, для любого у, принадлежащего x1, существует v, принадлежащий x2, у v принадлежит f. Да, и аксиома прямой однозначности. Акс 2. Для любого t1, принадлежащий f, для любого t2, принадлежащий f, первая малая проекция t1 равняется первой малой проекции t2, следовательно, t1 равняется t2. Вот это знакомый нам материал. Мы рассматривали такую вещь, как частичный порядок. Допустим, у нас имеется некое множество x1, допустим, у нас имеется какое-нибудь соотношение r, принадлежащее гулиану x1 на x1. И мы говорили, что если это соотношение у нас рефлексивно-транзитивно, я не буду в значках выписывать, значит, и что там еще антисимметрично, то тогда мы имеем частичный порядок. Мы, наконец, можем рассмотреть такую конструкцию, значит, взять одно множество x1, рассмотреть некую операцию, там, g, принадлежащую гулиану x1 на x1, Декартову помножить на x1, сказать, что она определяет функцию на каждой паре x1, дающей там x1, значит, и прописать, допустим, аксиомы ассоциативности, наличие левого нейтрального элемента, наличие левого обратного элемента. И тогда мы тем самым определим группу. То есть вот функция, частичный порядок, группа. Смотрите, все эти определения, которые мы с вами даем, они все даются как будто по одному шаблону. То есть у нас во всех этих определениях фигурируют какие-то свободные переменные, вот x1, x2, либо здесь x1. У нас фигурирует то, что мы сейчас будем называть, ну, уже называли, родовые константы, то есть переменные вида d принадлежит, а здесь какая-то ступень. Здесь, заметьте, только комбинация булианов и декартовых произведений, ничего больше. И у нас фигурируют аксиомы. Аксиомы – это логические высказывания, которые, как легко проверить во всех трех случаях, являются объективно переносимыми соотношениями. Так вот, идея Бурбаки заключалась в том, чтобы вот этот шаблон описать, обобщить и дать ему название, и изучить его. И этот шаблон они назвали родами структур. Значит, дадим формальное определение рода структуры. В принципе, оно теперь родится у нас самостоятельно и вполне естественным образом. Рассмотрим некую теорию множеств t. Это то, с чего начинается определение. То есть мы действуем в некоторой теории множеств, и рода структуры являются надстройкой над теорией множеств. Но теории множеств мы знаем разные бывают. Фиксируем ее. Рассмотрим свободные переменные. x1, xn – это будут у нас основные базисные множества. Рассмотрим термы теории t. tt1, ttm – это у нас вспомогательные базисные множества. Что это за термы такие? Чаще всего на практике в теории множеств у нас есть натуральные числа, действительные числа выходят. Вот эти вот все множества числовые, они используются в качестве вспомогательных базисных множеств. Иногда. Рассмотрим константу d, имеющую вот такой вот вид. d принадлежит s в квадратных скобках. Ну, распишу на самом деле. x1, xn, tt1, ttm. То есть принадлежащие ступени от основных и вспомогательных базисных множеств. Это будет называться родовая константа. А вот это все, мы это уже обозначали буквой t, это соотношение типизации. Наконец, рассмотрим соотношение R объективно переносимое соотношение, которое мы называем аксиомой рода ступени. Вот эта вся конструкция в теории множеств t будет называться, этот текст, это у нас род структуры. Род структуры, как совокупность, часто обозначают буквами, большими буквами сигма, или тета большой буквы, тета будем обозначать с индексами, всякими штрихами и так далее. То есть вот такая конструкция у нас называется родом структуры. При этом часто для удобства мы будем говорить об аксиомах и о родовых константах рода структуры. Но это понятно, откуда, ну как это можно получить. Если мы говорим об аксиомах рода структуры, мы просто подразумеваем конъюнкцию всех этих аксиомов. Например, если мы говорим о роде структуры функции, вот видите, я сказал, здесь две аксиомы. На самом деле, если мы возьмем их конъюнкцию, мы получим то, что называется аксиомой рода структуры. Просто когда мы говорим о роде структуре целиком, нам удобно говорить об одной аксиоме и об одной родовой констант. Точно так же, если у нас d имеет вид, принадлежит s1 на s2, допустим, то есть это кортеж, на самом деле. Это то же самое, что d равняется d1,d2. Вот в таком случае нам удобно говорить о двух родовых константах, d1 и d2. Ну, часто, если вот, например, о группах мы говорим, там одна групповая операция, там одна константа для сложения. Если мы будем говорить о кольцах, там уже две для сложения и для умножения. Но мы можем говорить о кортеже, о паре этих там s и m, допустим, да, вот эти буковки. А мы можем говорить об s и об m, о родовой константе для сложения, родовой константе для умножения отдельно, как о двух. То есть это обобщение, оно достаточно естественное, вот, проблем не возникнет. Просто когда мы будем говорить аксиома рода структуры, здесь и далее. Понимаете, что речь идет обо всех аксиомах, которые объединяются в конъюнкцию. Следующий момент. Пусть у нас имеется, это важный тонкий момент, который в Бурбаке прописывают всегда. t штрих, теория более сильная, чем t. То есть вот у нас есть теория множеств, в ней какие-то аксиомы. Вот пусть у нас имеется t штрих, это может быть та же самая теория множества, а может быть такая теория множеств, которую мы еще добавили аксиом, какую-нибудь там, не знаю, обобщенную континуум гипотезу добавили. Вот. То есть с ней больше гипотез, в ней больше всего выводима и более, может быть, больше построений. Вот. Тогда вот такая конструкция вида сигма равняется кси1 кси n дельта. Терма в теории t штрих называется сигма-объектом. Сигма-объект, если... Ну, тут, значит, я не знаю, как записать тех обозначениях, которые мы использовали. Обычно я на лекциях это не использовал, хотя в книге сплошь и рядом. Сейчас я напишу, потом поясню. tn xn дельта d t и r. Значит, что я сейчас записал? У нас t и r, вот это t и это r, они зависят от свободных переменных x1, xn и от свободной переменной d. Если мы эти свободные переменные заменим на термы, то есть были у нас просто буквы, а мы сказали, а вот это, допустим, множество действительных чисел. А это, допустим, такой элемент Декартового произведения, что второй компонент равен квадрату первого компонента. Вот. И при подстановке, текстовой подстановке, вместо свободных переменных сюда, вот этих наших термов, у нас выполняется соотношение t и соотношение r, то такую комбинацию мы называем сигма-объектом или теоретиком множественной интерпретации. Вот. Просто сигма-объект говорить короче, а теоретика множественной интерпретации это говорить понятнее. То есть это интерпретация рода структуры в термах. Пример я уже привел. Мы можем сказать, допустим, пусть x1 равняется r, пусть там x2 равняется r, и пусть у нас вот это вот f определяется таким образом, там, значит, как пара a, b, таких, что b равняется, ну, не знаю, синус а. Мы получили с вами, вот таким вот образом, мы получили с вами теоретиком множественную интерпретацию рода структуры функций. Значит, этих самых интерпретаций может быть достаточно много. Настолько много, что они даже не образуют множество, но о совокупности их бывает говорить удобно. И тогда мы вводим понятие такое, так, вот это я сотру. Тогда мы вводим понятие такое, как класс теоретика множественных интерпретаций, или класс сигма объектов. К сигма, значит, это у нас множество объектов x1, xn, d, множество, извините, совокупность, таких, что t и r. Совокупность. То есть при подстановке вот этих свободных переменных в t и в r мы получаем истинные значения. То есть множество таких, почему множество, так говорят, совокупность таких x-ов и d, что t и r выполняются. Это, собственно, класс. Это не множество, потому что хотя про t мы знаем, что это соотношение типизации, про r мы знаем, что это объективно переносимое соотношение, но ни t, ни r, ни их конъюнкции не обязаны быть коллективизирующим соотношением. Опять мы возвращаемся сегодня к материалу прошлого семестра. Здесь у нас не коллективизирующие соотношения, поэтому вот это, в общем-то, множеством может и не являться. Если мы рассмотрим рост структуры функций, что такое класс функций? Это именно что класс, потому что если бы у нас было множество функций, если бы мы могли себе представить, множество всех функций. Возьмем первую большую проекцию этого множества. Что мы получили? Множество всех множеств. Множество всех множеств не существует, значит, не существует и множество всех функций. Вот запомните это, да, сейчас, если с прошлого семестра как-то не отложилось. Нет у нас ни множества всех множеств, ни как следствие, ни множества всех функций. Но мы можем себе представить класс всех функций. Это будет класс сигма объектов, где сигма — это род структуры функций. Следующее. Понятие, которое связано с родом структуры, базовое такое понятие, это у нас теорема рода структуры. Теорема рода структуры – это вот что. Если у нас в теории T выводима вот такая импликация, T и R, следовательно, B. То есть, если из соотношения типизации, из аксиомы у нас следует некая B, то тогда B называется теоремой. B – теорема сигма. И тут же доказывается, просто в силу правил обобщения, что если мы возьмем и подставим вместо иксов свободно входящих, да, я вот здесь рисую вот эти все большие буквы, но вы понимаете, что это большие буквы, это не просто какие-то там константы, да, это формулы, в которые иксы и D входят свободно. Так вот, если я вместо свободно входящих иксов и D сюда подставлю термы, составляющие сигма объект, то если B – теорема сигма, то необходимым образом в T будет выполняться B, ну я так запишу, B от сигма. То есть, если мы для всякого сигма объекта истинным является теорема, если мы свободные переменные теоремы подставим термы сигма объект, тогда мы получим истинное в T высказывание. Значит, что получается, что теоремы, чем ценны теоремы рода структуры? Они дают нам некие универсальные утверждения, которые будут истинными для любой интерпретации рода структуры. А это уже очень ценно, потому что вот из чего родилась абстрактная алгебра, теория групп, если мы возьмем. У группы имеется огромное количество самых разнообразных, непохожих друг на друга интерпретаций. Группа – это и всем понятное сложение чисел, действительных чисел. Группа – это и сложение по модулю, если мы возьмем какие-нибудь элементы 0, n-1, и будем складывать их по модулю, это уже конечные, значит, мы получаем группу. Если мы возьмем какое-то множество и будем в нем переставлять элементы, объекцию, возьмем множество само на себя, опять же, мы получим группу относительно этих объекций. Если мы возьмем, есть более такие, может быть, незнакомые или экзотические примеры. Если мы возьмем множество какое-то p от x, где x произвольное множество, то операция дельта синетрической разности, она тоже будет групповой операцией здесь. Так вот, все это примеры из совершенно разных отраслей. Но если мы что-то про теорию групп доказали, например, про группу мы доказали, если у нас есть левый нейтральный и левый обратный, то у нас есть просто нейтральный и обратный. Это же будет истинным для любой интерпретации понятия группы. В этом ценность рода структуры и теоремы рода структуры. Теперь следующий момент. Окей, если у нас есть теоремы, значит, в какой-то момент мы можем, вообще говоря, получить противоречие. То есть, если у нас вышло таким образом, что мы вывели b и мы вывели не b, то есть из t и r выводятся два противоречивых утверждения, то тогда такой род структуры называется противоречивым. противоречивый rs. Значит, за счет чего такое получается? Это получается на практике. На самом деле, если вот говорить о прикладных родах структуры, с которыми вы будете иметь дело, на практике это случается, когда слишком много аксиомов бывает. То есть, ну, формула типизации, она простая, в общем-то, она ничего не может испортить. А вот аксиом, когда у нас очень много появляется, они могут настолько сузить область интерпретации, что мы получим на выходе противоречивый род структуры. Значит, что так сразу же через принцип сведения к противоречию. Если, если сигма противоречив, это важный момент, в нем ничего, в этом моменте нет ничего нового для тех, кто с формальными системами работал там и матлогику изучал, это же распространяется автоматом на родную структуру. То есть, я сейчас достаточно глубокие утверждения говорю, но они появляются естественным образом, на основании того, что мы знаем уже. То тогда в Т выводится утверждение не Т и Р. Это первое что. И второе. В теории множества Т из Т и Р выводится С, где С произвольное утверждение. То есть, любое соотношение является теоремой противоречивого рода структуры. То есть, нам вообще, говоря, неинтересны противоречивые роды структуры. Они нам неинтересны еще вот по какой причине. Род структуры противоречив тогда и только тогда, когда К сигма равняется пустому множеству. То есть, класс теоретика множественных интерпретаций рода структуры пуст тогда и только тогда, когда сигма, большой сигма, противоречив. Пусть он противоречив. Значит, из этого у нас следует, что в теории Т выводится для любого Х1, для любого Х1, я по правилу обобщения беру, для любого Д, не Т и Р. И, значит, пользуемся законом Деморгана. То есть, из этого следует, что не существует Х1, существует Хм, существует Д, Т и Р. То есть, это есть, вот то, что здесь написано, это есть прямое утверждение того, что К сигма окажется пустым. Не существует ни одного элемента в классе К сигма. С другой стороны, если у нас вдруг, в обратную сторону, да, пусть у нас К сигма равняется пустому элементу. Значит, разворачивая это утверждение назад, мы получаем вот это вот утверждение, что для любого Х1, ХН, для любого Д не Т и Р. То есть, не Т и Р является у нас теоремой вообще Т, нашей теории множества. Но если мы будем рассматривать род структуры сам по себе, то тогда мы получим вот такую картинку, что в теории Т выводится у нас Т и Р, следовательно, Т и Р. То есть, Т и Р является теоремой. С другой стороны, в теории Т у нас выводится вот такая вещь, не Т и Р, следовательно, ой, нет, извините. Так, сейчас, Т и Р, следовательно, не Т и Р. Почему? Потому что, если мы возьмем не Т и Р, следует Т и Р, следует не Т и Р, это есть не что иное, как схема аксиом логических. Потом, мы пользуемся тем, что не Т и Р являются утверждением известным в нашей теории, а дальше мы получаем при помощи modus ponens вот это вот утверждение. И вот мы имеем, вот мы имеем Б и не Б, и вот мы имеем, что род структуры противоречи их. То есть, получается, что у нас есть критерий, если мы каким-то образом увидели, что пуст класс интерпретации, пуст класс сигма объектов, то тогда, значит, мы имеем дело с противоречивым родом структуры. Если мы увидели, что этот класс не пуст, предъявив хотя бы одну единственную интерпретацию, одну единственную, мы тем самым доказали непротиворечивость нашего рода структуры. Это важнейший критерий, важнейший инструмент в нашей работе. Нам неинтересны с вами противоречивые рода структур. И когда вы делаете рода структурную экспликацию какой-то прикладной области, вам важно противоречия не допустить. Об этом я говорил в самом начале нашей с вами работы совместной, когда приводил пример, знаменитый пример парадокс Бродобрея, когда указ выпустили «брить всякого, кто не бреется сам, и не брить того, кто бреется сам». Это как раз пример такой внутренне противоречивых аксиом, внутренне противоречивых правил, которые были наложены. В данном случае Бродобрей не мог удовлетворять этим правилам, потому что они были внутренне противоречивые. Хотя внешне, на первый взгляд, никакого противоречия там не содержалось. И если вы работаете в прикладной области, если вы пишете радоструктурную экспликацию, если вы занимаетесь проектированием организаций, если вы ставите какие-то постановки или пишете какие-то нормы по процессам организационным, вам очень важно не допустить противоречия. Чтобы не допустить противоречия, вам достаточно предъявить хотя бы один пример, который в каждой норме, каждую вашей аксиоме удовлетворяет. Если такой пример есть, значит противоречия логического у вас уже нет. Вот это запомните пожалуйста на всю жизнь. Не обязательно вы будете работать в родах структуры или как-то еще, но вот этот тот момент запомните. Да, надо предъявить пример. А то, что в противоречие впасть легко, это вот пример с Бродобреем очень хорошо иллюстрирует. Вот. Я подхожу к концу того, что я хотел сегодня рассказать. У нас получается быстрее. Последнее, о чем я хотел бы сказать, это понятие изоморфизма в родах структур. Ну, начнем с формальностей. Пусть у нас имеется какой-то сигма-объект вида кси1 я вот так напишу кси n и дельта. И пусть у нас имеется набор биекций кси1 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 который переводит базисное множество в штрихованные кси1 кси n то есть нам достаточно n я вот специально обведу это n-биекций. Значит, тогда мы можем как вы уже знаете хорошо дельта перевести в дельта штрих при помощи вот такой операции фи1 фи n каноническое распространение на ступень на типизацию ну даже так напишем тау от дельта чтобы было совсем понятно. то есть мы можем взять типизацию дельта построить каноническое распространение этих биекций получить биекцию и перевести дельта в дельта штрих. Так вот в силу того что r объективно переносимое помните мы требуем всегда чтобы r был объективно переносим на выходе у нас получится тоже сигма объект другой сигма объект то есть если у нас есть хотя бы один сигма объект то мы при помощи биекций переделывая базисные множества нашей родной структуры в другие множества произвольные множества вообще говоря мы получаем новые каждый раз новые 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 сигма объект вот эти вот сигма объекты будут называться изоморфными а вот этот набор функций вот этот набор биекций у нас будет называться изоморфизм причем в чем остроумие бурбаков заключалось если мы рассматриваем с вами понятие частичного порядка мы там вводили изоморфизм частичного порядка помните там отдельно вводится понятие изоморфизм функции Отдельно вводятся понятия изоморфизма в группах в абстрактной алгебре. А бурбаки это понятие обобщили. То есть они говорят, окей, нарисуйте нам род структуры, а мы вам расскажем, что такое изоморфизм в вашем роде структуры. Нарисуйте род структуры группы и сразу получите определение изоморфизма в группе. Нарисуйте род структуры топологического пространства, сразу получите понятие изоморфизма, два изоморфных топологических пространства. То есть понятие, которое сначала было как некое нечеткое, то есть что такое изоморфные объекты, объекты, имеющие одинаковую структуру. Вот здесь оно обрело вполне себе четкий определенный вид. То есть мы имеем общее определение изоморфизма именно в родах структур бурбаки. Какое это отношение имеет к нам, какое это отношение имеет к прикладной области? Я уже много раз говорил о том, что изоморфизм, понятие объективного переноса, это понятие интерпретации или переобозначения, переопределения. То есть люди, которые находятся в этой аудитории, они могут являться записями в базе данных. И если у нас имеется какая-то база данных, в которой есть бизнес-правила определенные, аксиомы, если записи удовлетворяют этим аксиомам, то и люди удовлетворяют этим аксиомам. Получается так. А что такое непереносимое объективное соотношение? Вот я сегодня, когда ехал на лекцию, вспоминал, какой бы дать пример. И я вспомнил, по-моему, идеальный случай. В Питере, в Эрмитаже есть комната Петра Первого, и там показывают аптечку Петра, он лечил матросов. Там в аптечке лекарства были пронумерованы, скляночки 1, 2, 3, 20. И была инструкция, там, скляночку номер 5 от такого-то симптомов, скляночку номер 7 от таких-то симптомов. И он, значит, когда у него заканчивалась склянка номер 10, он смешивал склянку 7 и 3 и давал, значит, ничтоже сумняшися, лечил людей. Вот этот пример показывает как раз, если мы концептуализируем, да, разберем ситуацию, x1 – множество лекарств, x2 – множество болезней или симптомов, да, в данном случае. И лекарство лечит симптом D, принадлежит булеану от x1 на x2. То есть некое отношение, которое нам говорит, что вот первый компонент, если входит в это отношение, это лекарство, второй симптом, лекпар, лекарство, симптом. Как мы можем проинтерпретировать этот род структуры? Вот подобные вещи вы будете писать в своих, вот уже скоро, прямо вот в своих мирах, просто постоянно с этим будете сталкиваться. Значит, и вы там можете много всего, там множество симптомов, которые есть, у нас множество лекарств, вот эти вот все термы прописывать. Но почему всегда требуется объективная переносимость термов и соотношения, которые вы описываете? Потому что вы можете выписать, допустим, соотношение, там, а плюс b равняется c, где а, b и c находятся в, допустим, множестве x1. И если мы проинтерпретируем их с 1 натуральными числами, там, x2, записями в базе данных или на листочке, то тогда это а плюс b равно c, оно будет иметь смысл. Но при объективном переносе, при интерпретации другой, она теряет свой смысл, вот это соотношение. Вот. И вот это вот, пожалуй, наиболее лучший такой вот пример в прикладной области, да, разделение объективно-переносимого и объективно-непереносимого. В то же время, если мы строим терм множество лекарств, вернее так, лекарства, множество симптомов, которые она лечит, это объективно-переносимый терм, он сохраняет свой смысл и, в общем, имеет смысл его применять вот в структурной экспликации. Ну все, мы закончили. На следующем занятии мы будем разбирать с вами ограничения, вообще говоря, этого подхода. А главное ограничение, главное неудобство заключается в том, что, к сожалению, один и тот же объект в родах структур можно эксплицировать разными, очень сильно разными способами. И это нам не помогает. Вот на следующем занятии мы будем говорить об эквивалентности родов структур и о том, вообще, каков диапазон вот этих вот родов структур, которые, в принципе, один и тот же объект могут эксплицировать. Все, у меня все.